Пошла. Так. Дорогие друзья, Маткульт привет из нашей новой студии. Студия теперь у нас находится в Измайлово. Вот так, да. Квартира в Измайлово и студия в Измайлово. Все очень удобно. И сегодня будет первая запись на этой студии. Наш гость Никифор Кузнецов. Подходи. Привет. Вот школьник 11 класса школы номер 57 решил задачу деда Володи, которая была записана в ролике Трисоватейвых. А именно описать все или там часть, бесконечное количество там в общем, как можно больше треугольников со свойством, что сумма кубов их сторон равна кубу их полупериметра. Ну, я могу сказать. Да. Ну и, собственно, на самом деле это совершенно удивительно. Ну, целочисленных только. Да. Естественно, целочисленных, да, целочисленных треугольников с этим свойством. И помните, что тот треугольник, с которого мой папа начал, это треугольник 3-4-5. Это вот этот египетский треугольник. Да, египетский треугольник. Вот он. У него есть такое свойство удивительное. И вот, значит, эту задачу мы поставили летом, ну и потом я читал курс лекций по эллиптическим кривым на школе Ройгородского, на Камбалке. И вот Никифор слушал ее очень внимательно, комментировал, исправлял мои ошибки, и потом написал, сказал, что задача Алексея Владимировича решена. Вот, вот он ее решил, и сейчас будет рассказывать, вот, что называется, какие школьники бывают у нас в школах. Уже знает больше математики, чем я. Вот, в одиннадцатом классе. Итак, Никифор, вперед! Итак, ну, наверное, начнем мы с того, что такое эллиптическая кривая, да? Да. С определения. И как нам помогать? Ну, равнение вы запомнили. Погромче, говори погромче. Равнение вы уже запомнили, оно достаточно простое, да? Вот. А что же такое эллиптическая кривая? Ну, эллиптическая кривая, это, по сути, однородный многочлен кубический какой-то, да? Е. Эллиптическая кривая, кубический, и она должна быть не особой. То есть, что это значит? Это значит, что все, что данное уравнение неразрешимо. Вот. Однородный кубический многочлен от трех переменных А, Б, И, С. Уточняю я, и это уравнение неразрешимо, если у него только один корень 0, 0, 0. Да. 0, 0, 0 понятно, что у него будет корнем, это будет однородный многочлен от второй степени. Вот. То есть, условие может показаться достаточно странным, но оно отвечает, как минимум, за то, что, то есть, у нас есть кривая, да? Что мы в каждой точке можем привести касатель к ней, вот. Потому что, если бы это было 0, 0, 0, мы не смогли бы это сделать. Да. Ну, 0, 0, 0, 0, не осматривая всякая точка, да. Ну, и чтобы не было там вот таких случаев, там, как-то вот таких и так далее. Да. Чтобы все у нас работало. А, да, такая, как бы, не кривая, да, не особая, она одновременно еще такая вся гладенькая, когда ее нарисовать. Да, то есть, в каждой точке касатель к ней. Так. Значит, ну. Первое упражнение, наверное, для всех слушателей, доказать, что выписанная кривая является... Да, первое упражнение для всех слушателей, доказать, что та кривая является не особой. Ну, это достаточно просто сделать, там, выписывается и получается. В лоб. Вот. Ну, собственно, если мы возьмем, например, х равно а делить на с, у равно б делить на с, то мы получим криву на обычной афинной плоскости. То есть, если кто-то знает, вот это у нас была проективная кривая, да, вот, в однородных координатах. Теперь мы получили обычную. Да. Но, возможно, мы потеряли, как бы, какие-то точки, потому что с у нас может быть ну. Тогда мы будем говорить, что эти точки бесконечные, удаленные, вот. Ну, вот. Да, то есть, точки на исходной кривой вида а, b, 0, все, которые есть, теряются, когда мы переходим к координатам x, y. Да. Ну, их очень легко найти, если я подставлю, у меня получится e от a, b, 0, равно 0. Ну, это однородный многочлен от двух переменных. От двух переменных. То есть, просто форма, да, форма, у нее три отношения a к b, в которых задуляется. Ну, не больше трех, но если у нас есть замка, то тут так же. Ну, это все на поле формулы координата, то есть, что угодно, хорошо. Что, в общем, да. Это легко учесть эти решения, а если их учесть, то все остальные попадают сюда. Нетрудно показать, и мы потом, на самом деле, покажем, как это делать, что всегда можно сделать такую замену координат, обратимую, в x, y, z, да, что наша кривая, любая, не особо, перейдет в такую. Получается, z, y, квадрат, равно x в кубе, плюс a на x, z в кубе, плюс b на z в кубе. Так. Это называется нормальная формула Верд-Штрасса. Вот. Да, и здесь x, y, z это линейные формы первой степени, ну, линейные, да. От a, b, c, ну и, соответственно, матрица перехода не вырождена. Да, то есть, можно записать, что там, у нас есть какая-то матрица T, мы домножаем ее на a, b, c. Да, получаем x, y, z. И можно, значит, для любой эллиптической кривой, эллиптическая кривая, это не особая кривая с какой-нибудь точкой целого вида. Ну, в поле, да, у нас в поле рациональных чисел. То есть, в данном случае, это то же самое, что a, b, c целые. Но если бы они рациональные были, мы умножили бы их на знаменатель. В силу однородности бы ситуация не поменялась. Да. Ну, и в чем плюс такой формы? Значит, во-первых, единственная бесконечная точка. Если мы поставим z равно нулю, то у нас получится, что у нас x в кубе равно ноль. Ноль, да. То есть, x равно нулю. Троекратный. Троекратный, ура. То есть, у нас есть только одна бесконечная точка, это ноль, один, ноль. То есть, только одно отношение. То есть, понятно, что можем, Игорь, взять любым, но мы берем отношения, поэтому... И это перегиб в силу того, что мы видим. Точка перегиба. Да, здесь в этом ролике, так как мы хотим дойти до довольно серьезных вещей, многое предполагается вам уже знакомым. То есть, если вы, например, в принципе не знаете алгебры, то нужно начинать с ролика, например, теорема Беном-Ньютона, который на канале есть. То есть, здесь все-таки некоторое минимальное познание математики предполагается. Мы не будем всего рассказывать. Это такой серьезный заход. Это значит, плюс такой записи. Какой-то, привет. А второй плюс такой записи, это то, что наш кайлайна будет, значит, симметрично относить надо. Будет иметь легко узнаваемый вид. Пошел проверять, не выключился ли телефон. Пока запись идет, все хорошо. Так, давайте нормально нарисовать вот эту. Да. Как-то так, да? Бывает вот так, либо один кусок. Ну, много как бывает, но, в общем, то есть, стоит понимать, что это не какой-то, не эллипс, ничего. Это, в смысле, не окружность, не эллипс. Кусок кривой третьего порядка. Кусок кривой третьего порядка. Это то, что умел еще Диафан Александрийский. Умел, да. Но Панкаре поправил его, да? Да. Мы скажем, что П... Плюс Ку. Плюс Ку это П звездочка Ку. Ну, звездочка бесконечность. Ну, или что то же самое, что минус П звездочка Ку. То есть, мы возьмем и отразим. Мы считаем, что точка 0,1,0 находится на бесконечности. Это, поскольку точка 0,1,0 это точка вертикального направления. То есть, провести точку через бесконечно удаленную вертикальное направление, то же самое, что провести вот такую вертикальную прямую, да? Вот. Здесь нужно некоторое воображение, да? То есть, что такое бесконечная удаленная точка вида 0,1,0? Если, как бы, я вот... Для каждой серии прямых... Чуть-чуть я про проективную геометрию скажу. Для каждой серии параллельных прямых своя бесконечная удаленная точка. Вот это вот 1,0,0. Потом с какими-то там коэффициентами типа 1, минус 1,1,0. Ну, в проективной плоскости 0, это бесконечная. Можно как-то вот так вот нарисовать. Верх, да. Как-то вот. x, y, z. Да, это правильное направление. То есть, здесь, 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 y, да? Мы сечем плоскостью z равно 1. И, как бы, бесконечная удаленная точка 0,1,0. Это вот такая, понимая, собственно. Вот только вот такая. Ну, в ту сторону, да. 0,1,0, да. Ну, например, вертикальнее. Короче, вертикальнее. Вот такая вот, понимая, да? Вот 0,1,0. То есть, 0,1,0. Ну, да. То есть, она как бы... То есть, вот наша первая находится где-то здесь, а вот эта бесконечная... Входит туда, да. Ну, вот она в ту сторону уходит по y. Ну, когда мы z убиваем... А чтобы провести прямую через нее, нужно провести плоскость. Проходящую через начало координат. Вот. Ну, и она будет как-то пересекать. Да, ясно, что эти плоскости как раз будут высекать эти параллельные вертикальные прямые. Поэтому провести точку через прямую через вот эту точку бесконечно удален, как провести... Да. И еще тут важный момент. Такое отражение. Есть сумма двух точек. Сумма. Ну, тут важный момент, что мы берем с учетом кратности. Да, то есть, например, бесконечность звездочка бесконечности... Бесконечности это бесконечности... Ну, мы будем обозначать... Да. Бесконечности будем обозначать о, красиво, наверное. Ну, как-то так поедет просто. Ага. То есть, сумма двух бесконечности это бесконечности. Ну, что мы берем с учетом кратности. Еще мы можем точку с собой сложить. Тогда это значит, что мы... С учетом кратности это означает следующее. Это значит, что мы, когда берем точку с собой, вообще любую, это значит, что мы просто проводим в ней касательно. Теперь, если третья точка пересечения вдруг оказалась тоже в этой же точке, значит она и является звезда этих двух. Ну, то есть у нас более строго, у нас как бы, ну, сейчас можно, так, значит, закон сложения, в принципе, довольно понятный. Сейчас мы поймем, как вот алгебраически выглядит операция звездочка, ну и, соответственно, плюс тоже, потому что для того, чтобы сложить, ну, что там, у со знаком минус взять. Ну, это в форме верши-раза, естественно. Вот как мы это сделаем? Ну, пусть у нас есть точки, называемые координатами PX, PY, ну и, соответственно, QX, QY. Тогда, ну, можно через них провести прямую, да, сейчас бы не перепутать коэффициенты. Значит, коэффициент PX вроде должен быть QY минус PY, X, плюс далее PX минус, я надеюсь, что я, честно, не перепутал знаки и порядок. Ну, если что, это... И плюс еще что-то, да? И тогда поправят, ну, слушайте, поправят. Да, то есть, мы... Прямую через две точки, я думаю... Прямую через две точки, то есть, это AX плюс BY плюс T равно нулю, вот A такое, B такое. Вот. И далее, что мы делаем? Ну, то есть, соответственно, мы можем сказать, что можем переметризовать его по времени. То есть, так, чтобы в T равно нулю у нас получалась точка P, а в T равно один у нас получалась точка... Да. Ну, возможно, тут выйдет наоборот, ну, то есть, как мы это сделаем? Параметризованная прямая, да. Мы скажем, что... Давай, я напишу, как. PX плюс... ПЛЮС ПТ, то есть, PX... PX плюс T умножить на... Вот это вот коэффициент, кажется. Да. QX минус PX. Запятая PY плюс T умножить на QY минус PY. А может, где-то знаки тут неправильные? Ну, в общем, да. Нет, почему? Смотри, T равно нулю, получается так. Терминной гнисти сокращается это, получается Q и Q. Ну, да, да, вот. Ну, вот, значит, вот тут могут знаки быть перепутаны. Ну, может быть, да. Это не сусловно. Ну, потому что, да, можно параметризовать, когда в точке ноль будет, при термину нулю будет это, при параметризации. Далее мы, значит, записываем нашу... Ну, у нас такая параметризация есть. Далее, вот у нас есть наша кривая. Y квадрат равно, получается, X кубе плюс... А, X плюс B. Внимание, здесь мы поделили на Z в кубе вот в той предыдущей формуле. Да. То есть... Поделили на Z в кубе, перейти к картинной карте. Поскольку у нас только одна точка на бесконечности, мы можем вот так удобно работать. Да. И далее, что мы подставляем? Мы подставляем сюда наши координаты от T, то есть Y от T в квадрате равно X от T в квадрате. В кубе. Плюс A. X от T. Плюс B. Плюс B. И у нас случился какой-то многочлен от T. В какой степени, дорогие друзья? Да. Ну, в степени T, понятно. В степени T, понятно. В степени T, понятно дело, да. И, значит, что мы знаем, что в точке T равно... Ну, если мы там граньсем всю одну часть, у нас в точке T равно 0,1 коим, да? Да, если эти точки были различные, то было два корня у этого многочлена... Значит, третий тоже будет. И если два были рациональные, то третий тоже будет рациональным. Теорема Билета, которую Диафан тоже знал. Теорема Билета, наверное. Ну, там, сумма корней... Можно так, да, можно... То есть, вот у нас получится... Не, чтобы рациональность. Рациональность. Вот случится T квадрат на T минус T0, где нам нужно найти T0. Внимание, ну, давайте, значит, посмотрим, почему у нас равно T0. Т0 у нас равно, получается, у нас тут еще... То есть, делим этот многочлен, делим на T квадрат минус T, столбик. Кажется, что это коэффициент при T в квадрате, потому что коэффициент... Минус коэффициент при T в квадрате, делить на коэффициент при T в квадрате. Ну, вот как-то так. Наверное. Потому что вот T квадрат, то есть у нас здесь будет минус T0, T в квадрате. А, тут еще у нас... Минус T квадрат. Минус T квадрат. То есть, вот, минус T0, T квадрат. Минус T квадрат плюс 1. Вот что-то такое нужно взять, да? И тут у нас еще будет какой-то коэффициент при T в кубе. Минус T0, T квадрат. Минус T квадрат, да. И плюс T0, да. Через коэффициенты... Вот как вывести формуу сложения самому, как бы, и не... На самом деле, я могу сказать, что никто, кто сам ее не выведет, ничего никогда не поймет. Вот это вот то, что каждый должен сделать самостоятельно. Вот, и то есть мы даже сказали, как это сделать. То есть тут не нужно как бы ручками что-то делать, просто понять, что через коэффициент, ну, плюс-минус так выражается. Да. Бежал, возможно, тут минус один, ну. Ну, неважно. Суть в том, что 9 и многочлен на 3 квадрат минус 3, и все получилось. Да, и просто выводите еще в районе 0 из коэффициента. Из коэффициента. Из коэффициента. Так, прекрасно. Вот, то есть мы поняли, как складывать. Ну, то есть поняли. Мы подставим эту точку, то есть получим точку какую-то P от T, ну и возьмем Y с минусом, дальше все понятно. Так. Вот. И на самом деле, это сложение, оно как бы не просто так введено. На самом деле, вот эти точки на элитической кривой над полем P, то есть над полем национальных чисел, ну, на самом деле над любым полем, если там есть хотя бы одна точка, они образуют группу. Значит, давайте быстренько поймем, что это группа. Группа G с операцией какой-нибудь кружочек, да. Это множество, которые у нас есть еще свойства. Значит, первый у нас существует единица, то есть такой элемент Е, что Е умножить на Ж умножить на Е, умножить на Е, умножить для всех G из группы. Да, ну, во-первых, всегда, ну да, что это, как бы, первое условие, что вообще всегда это осуществимо, но это, в принципе, так и написано, да, что в любом порядке, любые два элемента. Второе, это что для любого Ж существует Ж в минус первый, такой, что можно с обеих сторон умножить и получить Е. Ну, и доветен, соответственно, это ассоциативная операция. Ну, я напишу просто звездочка ассоциативная, то есть, ну, А звездочка Б, кружочек, да. А, кружочек Б, кружочек С, это, получается, ассоциативная штука, да. Вот, и... То есть, задана какая-то операция спаривания, и она удовлетворяет вот эти три условия. Ну, и есть еще четвертое, если оно удовлетворено, то группа называется абелевый или коммутативный. Да, если у нас А на Б равно Б на А, то группа называется абелевый коммутативный. Обычно в произвольной группе пишут умножение в абелевый плюс. Да, и плюс кружочком, как мы написали. Ну, плюс кружочком, это вот так, это, наверное, специфичный случай, да. Понятно, что здесь коммутативность автоматом имеет место быть. Да, это отчаянное запределение. Вообще-то здесь очевидно вот это, это и это. Да, это очевидно, потому что, ну, какой у нас Е? Е у нас, ну, понятно, что мы будем рассматривать эту группу точками апелевтической берегой с операцией вот этим вот кружочком с плюс. Плюс кружочком. Е это у нас бесконечная точка, потому что бесконечная точка с этим элементом не сложи, получится он сам. Обратный элемент, ну, понятно, что если возьмем точку, значит, отраженную, то есть, ну, сейчас. Минус поэт решения не надо. Ну, не минус поэту можно писать, то есть, по x, по y, с по x, минус по y. Да, ну, вот можно, да, чтобы все увидели, что вот, по x, по y и по x, минус по y. Вот эти две точки, это и обратно. Обратный элемент, вот вертикально, я понимаю, вот такая еще здесь две точки, она, повторите раз, говорит, счет с бесконечностью. Бесконечность мы отразим относительно себя. Обычную бесконечность, то есть 0. Отлично. И только вот это, вот это очень сложно. То есть, обычно, когда мы примеряем слой группы, вот это очевидно, нужно там променять обратимость, скорее. Обратимость. Зачастую второе, второе свойство самое сложное. А тут оказывается так, что третье свойство самое сложное. Можно же пробовать просто нарисовать картинку, как это выглядит. Нет, это полное. Тут доска малая, это как фирма, говорю, да? Эти поля слишком малы для доказательства. Эти поля слишком малы, да, чтобы нарисовать даже картинку, но вы можете, наверное, в интернете где-нибудь посмотрите или сами, нарисовать, что это вообще значит. Там будет 10 точек и нужно доказать, что какие-то дали, получается, лежат. Это временный вариант. У нас был большие доски, наверное, будет сторона Коваля, это сторона Трушина, будет сторона Коваля еще вон там. Ну, короче, мы здесь будем постепенно все обживать. Мы только-только, только-только вот эту студию заполучили. Поэтому пока у нас такая маленькая портативная доска, для первого раза вполне нормальная. Ну, ассоциативность мы все равно доказывать сейчас не будем, иначе это будет... Ассоциативность это на час, на самом деле, ну в час можно уложиться, по модуру каких-то знаний и на алгебре, но все равно полностью мы его не докажем. То есть мы... там все нормально, да? Все хорошо, да. Значит, мы полностью его не сможем, как бы формально мы не завершим доказательства, потому что останутся случаи, когда две точки совпадают, когда шетотки совпадают. Ну, в случае рациональных чисел, можно там сказать, ну оно всюду плотно, да, там все работает. В случае нерациональных чисел, оконечного поля, такой аргумент уже не сработает. Давай просто, в общем, оставим. Да, это важно. Такая трудная штука. Группа. Ну, если мы поверим, потому что если мы вот возьмем точки, будем их рассматривать относительно этой операции, то мы получим группу. Да. В это мы верим. Ну, это такая мини-тягема. Вот. Так. Теперь, значит, поговорим поподробнее про то, как переводить, соответственно, форму Берн-штрасса. Вот если у нас была какая-то произвольная кривая, там Е от АВЦ. А, давай не произвольную, давай нашу. Ну, вот нашу, да. Давай привнём нашу просто, потому что произвольную. Вот ты повернись с нашей, и всем будет постигать. Ну, а нам мы нигде не используем то, что она поменна наша, кроме конкретных чисел. Ага. То есть... Ну, хорошо, да. Можете считать, что она эта, можете считать, что она произвольная. Ага. Вот, ну, значит, заметим, что эта кривая симметрическая, то есть она образуется симметрическим многочленом. А-а-а. А это значит, что симметрическим многочленом, если вы знаете, что такое элементарный, то он будет раскладываться как АСигма1. Надеюсь, знаете. Если вы открываете книгу Виндерга или любую другую костринку, там, кому угодно, да. Вот, то есть он раскладывается вот в эту штуку, да. Значит, заметим, что если у нас Сигма1 равно нулю, и Сигма3 равно нулю, то нам вообще всё равно, какой у нас Сигма2, у нас всё равно это занулиться. Потому что он однородный, да, то есть у нас сигма-2 всегда обязаны идти сигма-1. Конечно. Вот. Значит, у нас на любой симметрической кривой лежит точка 1, минус 1, 0. Ну и, соответственно, мы можем 0 взять вот тут, вот тут, то есть 3 точки. Да, еще я хочу добавить кое-что. Для эллиптической кривой можно считать, что у нас, сейчас скажу, чего нет. Так, то есть что-то равно единице можно считать. Вот это можно считать единицей. Знаешь, почему? Потому что что-то всегда можно считать единицей. Нет, здесь именно это почему? Потому что если это 0 был бы, то она сразу раскладывается в сигма-1. А, да, да, это правда, да. Поэтому я всегда их записываю вот таким просто. Да, действительно, то есть это не может быть нулем, потому что иначе она раскладывалась бы на множители. А можно проверить, что если кривая раскладывается на множители, то она особо, да. Ну и вообще это было как-то странно, если у нас кривая это было бы прямая и окружность. То есть если мы перемножим прямую окружность, или две, три прямых, ну это... Так что можно сразу прям выбрать вот такой универсальный вид для симметрической эллиптической кривой? Можно, да, вот, но я не думаю, ну да. Я вообще летом пытался понять какие-то общие свойства, но мне как-то... Ну вот одно общее свойство. Более того, сейчас мы докажем, что вот эта точка является точкой перегиба. Вот, вот это интересно. Тут нам потребуется одно такое, ну это эквивалентное определение, то есть есть два определения. Что такое точка перегиба? Первое, это существует прямая кратности хотя бы два, то есть вот как-то вот так вот. Три. Хотя бы три, да. Два это просто цепь, хотя бы три. То есть я бы так сказал. Касательная в этой точке является прямой кратности не два, а три. Да. То есть совпадение с кривой третьего порядка идёт... Грубо говоря, если я парабетризую эту вот прямую... Если мы рассмотрим прямую кратность на t, то кривая будет делиться на... t в кубе просто. t в кубе, да, и всё. Вот, окей. А второе определение? Второе определение? Через Кистьян, да? Значит, мы рассмотрим матрицу вот такую. Здесь будет стоять d квадрат а, то есть это мы два раза взяли производную по а. Значит здесь будет стоять d а д б, то есть мы сначала взяли по а. По а, да? Да. Ну я буду так писать, ну это как оператор, потому что оно не вместится на доску. Ну ладно, так. Ну на самом деле внизу. Д по а, д по а, д по б. Вот. Да. Упражнение, что для многочлена, не важно в каком порядке брать частные производные, у нас... Вообще для непрерывных не важно, но для многочлена это проверяется не важно. Д и как квадратация, да. Значит и Гисян так называются определители, это матрица. Да. Это называется матрица Детства, и Гисян – это ее определители. Да. И точку называется точкой перегиба, если у нас вот это определитель реально не может быть. Да. Упражнение, что это эквивалентное определительное прибива. Ну я не прям суперсложно, да, это... Это не в одну строчку, но это можно решить? Не в одну строчку, ну да. можно как бы начало координат двигать, ну в общем что угодно можно делать так, хорошо давайте посмотрим, что будет если мы поменяем A и B местами что будет, если мы возьмем и поменяем A и B местами значит покажешь, что я понял теперь тебя да, ты говорил, что он симметрический вот тут будет стоять D квадрат B тут будет стоять, поскольку мы A и B поменяем местами D A D B тут будет стоять D B D C тут будет стоять D A D B тут будет стоять D квадрат A тут будет стоять D A D C тут будет стоять D B D C тут будет стоять D A D C и D квадрат C так, сейчас, секунда это вот так это значит, что мы просто поменяли вот эти две штуки и вот эти две ну то есть оборудитель у нас не поменялся потому что каждый такой обмен с нами, просто поменять знак. То есть, на самом деле, мы показали следующее замечательное утверждение, что гисян любой симметрический кривой, это всегда симметрический многочлен. Шикардос! Тогда у него тоже более 1-1,0. Ну и так, нужно сказать, что он кубический многочлен. Почему? Потому что у нас в каждой клетке Мадальца состоит многочлен первой степени, потому что производная всегда... АТЛЕ! Отлично! Вот, то есть, обосоку мы доказали, что в произвольном симметрическом многочлене 1-1,0 это его корень, то у нас 1-1,0 как лежит на исходной колевой, так и на гисяне. И получается, что это точка перегиба. Так, сейчас, значит, он корень там, он корень здесь. И все, вроде бы сейчас. А вот какой кратности корень? Вот какой кратности я не думал. Ну, не особо. Не кратности или 3? Если кратности 3, то все отлично. Все отлично, потому что там 3-3, 3-3, 9 как раз. 9, да, здесь как раз, да. Так, вот это интересно. Да, это вот пока отложим. Ну, это вопрос слушателям, значит, знавшим. Сережа Горчинский посмотрит, например. Иногда смотрят такие стекловские монстры, да? Вот, они сказали, дорогие, даже не знали, что это, это, или это. В общем, если в комментариях появится кто-то из стекловки и напишет вот в этом месте, дополнит это, то будет круто. То есть, если это корень кратности 3, то там 10 в пересечении, и все, получается, что все отлично. Мне казалось, что я это доказывал где-то, но я не помню. Ну, тут такое изящное доказательство, знаешь, даже вычислений никаких нет, по сути, да? Потому что, ну, мы просто взяли и сказали, что вот оно. Корень кратности 3. Сейчас, сейчас, сейчас. Что это означает? Что это корень кратности 3? Пересечение кратности 3. Ну, там нужно проверить, что касательное, что у них общая касательность. Да, правильно. И не то, что корень кратности 3, это же точка не на обычном многочтении. Это трех перимерных. Да, то есть, идея в том, что нужно, чтобы у них касательное было общие. Общая касательность. О, вот это надо проверить. Я это не проверял. Я тоже не проверял. Это не. Значит, ну, и зачем мы, собственно, искали точки перегиба? Потому что, если мы преобразованием уведем точку перегиба в 0.1.0, то у нас останется следующий многочлен у нас останется многочлен а в кубе плюс c на вот во что превратиться на наши если вы вот так вот сделаем рома эти проверить это ну а понятно что если мы так сделаем то дальше мы уже победили потому что от всех вот здесь можем избавиться по одному просто то есть у нас есть множитель АВС там есть множитель получается В квадрат С которым нужно избавиться но от них мы всегда избавляемся поэтому проблемы никакой нет то есть мы сначала приводим к такому виду потом просто поодиночке избавляемся от этих множителей ну да рецепт понятен получаем нормальную сторону держится а если у нас есть точка 1-1-0 ну или минус 1-1-0 тут как удобно это делать еще проще то есть там матрица достаточно простая получается и того получается если мы проделаем все это с нашей кривой вот то у нас получится матрица замены вот такая вот 0-1-252 0-1-252 вот тут как раз отвечает точку перегиба 1-1 засунули да то есть у нас 0-1-0 вот в столбе сматрица этот как раз 1-1-0 ага вот так минус 12 и еще 7-2 ага может может чуть по оптимальнее сделать но по-моему мне не получилось ну этого достаточно это нормально да ну у нас коэффициентики такие достаточно минус 864x плюс 5616 вообще там как бы как я понимаю вот это не однозначное да 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 между берегстрассовыми формами и кривыми и эллиптическими нет взаимнозначных соответствий да ну то есть там куча изъединились между ними понятное дело что вот так ну вот я нашел такую может вы найдете другую может вы найдете поменьше коэффициентики да то есть в принципе ну и точно так кривая дедушки Володе задается он таких таким уравнением ну и такой матрицы переходит ну и чтобы получить когда перешла точка 345 нужно взять обратную матрицу и подставить ее 345 да и получим получим 24 минус 36 минус 24 минус 36 ну это да минус 24 минус 36 и будем называть ее базовой точкой базовой так потому что отлично получили вот и значит основной результат заключается в том что если мы будем брать точки вида 2к плюс 1 умножить на б то есть что это мы взяли б и сложили с собой на кривой складывается с собой нечетное количество раз точку б что значит складываете с собой но первый первый это мы просто касательно проводим а дальше уже б складываем с тем что вышло еще б складываем с тем что вышло ну и вот силу ассоциативности неважно в каком порядке все это делать и получается к нечетное кратное точке б никифор утверждает что это всегда будет треугольник то есть не просто не просто положительный будет а до тем а еще не раз то есть тут нужно прокомментировать чуть-чуть что это значит вот мы получили точку xy значит что получить обратно мы должны вот это умножить на xy 1 соответственно получим какие-то а в с я утверждаю что если x и y это координаты точек которые были получены сложение точки с собой 2к плюс 1 раз мы всегда получим а в с которая одного знака ну то есть я считаю что все положено и удовлетворяю пневмянскую треугольник и тогда задача будет полностью решена будет бесконечное но мы не показали что это все решение но вот интуиция подсказывает что рамка этой кривой все-таки один на самом деле да ну интуиция симметрических кривых можно какие-то утверждения про ранг сделать и вообще какой класс кривых эллиптических приводится к симметрическому виду я летом задал себе а тут ну типа там группа круче круче не должна быть как меня груку круче не должна быть з от в изет ну должна типа девица не оскорректно сказано то есть она как минимум должна содержать з то есть какие то условия точно есть если тут эскитов про алгебрические геометры и вы знаете можете как-то быстро показать что рамка 1 1 то можете написать. Ну да, а может Денису Осипову задать вопрос. Верно ли, что любой эллиптический треугольник симметрического вида Ранг Крайна 1, да? Ну, такой вот режим я не стал, хотя бы проект у Кривы. Хотя бы проект у Кривы, да? Да, что Ранг Кривы. Денис, потом Игорь Ятай, с которым мы тогда работали над бисепральными треугольниками, таким же примерно образом. Ну давайте просто проведем эксперимент. На самом деле это все делается, ну я это делал на компьютере, все понятное дело. Ага. Потому что эти формулы огромные, ручками, естественно... Да, я вот, блин, вот у меня не хватает компьютерного мастерства, я их все руками делаю, естественно, это все упирается, потому что руками много не делать. Вот если мы сложим точку Денис разума, то вот такой вот замечательный треугольник... Вот они! Даааа! На самом деле умным перебором это можно было бы найти чисто в теории. Какая будет, ну да, в принципе да, какая будет у них полусумма? Полусумма, ну руками это проверять. Ну сейчас, да, ты не выписал, да, Иоанн? Нет, я ее не выписал. Вчера пришло письмо от дедушки Володи, где он сказал, что он проверил эту тройку, и она безусловно подходит. Безусловно подходит? В Востоке, да. В Востоке, вот. Ну да, понятно, что она подходит. А полусумма там какая-то, да. Полусумма. Кы, щик и харюф. И сестра их лыбить. Это где-то на таков истории. Да. Вот, значит, ну на самом деле для таких вот... На самом деле можно показать, что точка была все-таки достижима перебором. То есть, если мы зафиксируем А и Б, то у нас останется функция от С, которой можно найти корень, ну кубическое уравнение решить. Ну да. То есть, если мы выбирали бы А и Б и искали С, там формулой корданы... Ну, наверное, да, миллионы, да, если бы... Да, ну, 10 восьмой, 10 восьмой. Ну тут надо знать, да. 10 восьмой решений кубического уравнения, в принципе, современный компьютер. Ну, это быстро. Ну, за минуту, думаю, справится. Да, но следующую точку, наверное, 5 Б уже... 5 Б уже сложно. Это уже огромное, миллионы, да? Я могу, наверное, даже сейчас... Примерно равно 10 восьмой. Наверное. Ну, а сейчас посмотрим. Ну так, моя интуиция общения с политическими кривыми в это лето говорит мне, что будет что-то в районе миллиона или больше. А, это ты прямо вот в режиме онлайн, да, пишешь программный код, офигеть. Вот чем выгодно отличаются современные школьники от нас, они программировать умеют всегда. Это круто. Мишек тоже отличный. Так, сейчас проверим, что... Я говорю, второй год. Второй, ну такой, достаточно большой. Ну да, даже миллиарды. Миллиарды, да. Миллиарды, да. Миллиард... Да, не миллион. Семьдесят миллиардов. Нет, там 10-20 миллиардов даже. Да-да-да. 20 миллиардов. Семьдесят миллиардов. Семьдесят миллиардов, да. Семьдесят миллиардов. Ну а, естественно, там 7b. Третий, другой, да. Это, ну... Это приехали. Там 10-15 миллиардов. Ну и мы можем, на самом деле, там... Рост, по-моему, известен, да? Рост известен, да. Да, там высота вот это вот. Ну все. Высота глюкотично растет, по-моему, по размеру. Да. То есть, как бы... логарифм высоты... Ну то есть, экспоненциально. ...растет как квадрат. Гиперэкспоненциально. Ну то есть, я боялась, что эти точки можно эффективно искать. То есть, что вам стоит сложить эти точки электрических уровней. Я даже рассказал, как это делать. Докажи теперь, как? Как можно доказать, что каждая нечетная дает? Каждая нечетная дает. Да. Ну, для этого нам нужно посмотреть. Ну, доказательство будет такое геометрическое, но от этого оно свои строгости не теряет. То есть, чтобы это сделать строго, нужно чуть-чуть техники, но строгости не теряет. Значит, перед 100 нужно смазать, как выглядит наша калевая. Так. Как-то вот так вот выглядит, да. Какая-то штука, когда... Давай, геометрическая, да, красиво. Мы будем называть это овалом, да простят меня алгебраический диаметр, потому что, на самом деле, это не овал, понятная тема. Нет, овал это совершенно математический термин в теории вещественный алгебраический диаметр. А, да? Да, это прямо так и называется овал. Хорошо. Есть, знаешь, проблема, по-моему, то ли это полная, то ли вообще какая-то супер открытая. Сколько овалов у произвольной кривой? То есть, берешь просто многочлен... Овал это что? Овал это... А, вот такие выраженности. То есть, сколько... Берешь просто любое уравнение. Хорошо, мы будем называть это овалом, но это не овалом. То есть, для простоты. Ну и можно понять, что... Да, геометрический диаметр, это тоже овал. Ну, понятная причина. Короче, да. В общем, если нарисовать, у нас получится, что точки x меньше нуля, они лежат здесь. Я образу тут такую штуку. x больше нуля, а вот так вот. А, это видно по форме кривой, да? Это видно по форме кривой. И вот точка b у нас лежит здесь, да? Так. Далее мы говорим, что нам нужно, чтобы наша точка была треугольником. Да. Вот, значит, нам нужно... Ну, давайте выясним почему я не могу. А, у нас равно... Из матрицы это равно 252 минус y. Вы можете отмотать назад и посмотреть на матрицы перехода. Она будет ровно такая. Да. b равно 252 плюс y. Ага. Вот. А c равно 72 минус 12c. Так. Так. И у нас есть нереальности треугольника, который говорит, что как бы все эти числа должны быть к одного знака. Вот. Это раз. И то, что... И то, что... И то, что... Ну, понятно. Так. Ну, тут у нас уже очевидно, что все они будут положительными. Ой, минус 12x. Ага. Ну, так. Не смеется очевидно. У нас x. Не смеется очевидно. Значит, первое утверждение, что любая точка на овале является точкой, которая задает треугольник. Ну, давайте проверим, что все они положительные. Что? Любая точка на этом овале будет переводиться в ABC, дающей треугольник? Ух. Это просто повезло, на самом деле. Ух. Значит... С чего, например, это положительно? Про остальные понятно. Нет. Это положительно, да. Вот процентов понятно. Вот. А можно заметить, что там y бегает, по-моему, по модулю, не превосходит 80. А-а-а. То есть здесь овал так устроен, да? Овал. Да. Овал кривой устроен так, что y автомат. А мы просто можем взять, ну, у нас функция x в кубе минус. Мы это еще будем делать, когда будем показывать, что овал выпуклая фигура. Значит, мы можем взять эту функцию, да, по x и выразить y через x, как кубический корень этой штуки. Да. Ну, плюс-минус. То, что овал выпуклая фигура, я могу тебе сказать сразу, без доказательства. Иначе вот четырехкратное пересечение с прямой. Ну... Вы понимаете, что они сдают какую-то полуплоскость. Задают. Вот. Первый из них это 504 больше, чем... Полуплоскость или, ну, какую-то многоугольную область. Ну, если вы пересечем, то это будет пересечение полуплоскостей, соответственно. Так, пересечение полуплоскостей. То есть, у нас первый из них сдаёт неравенство 504 больше, чем с виртуальностью 12x. Так. Вот. Значит, это, по-моему, просто вертикальная прямая какая-то, да? А, и видно, что она слева. И показывается просто, что она справа. Так. А остальные две задают симметричные две. А, ну, короче, это упражнение. Это упражнение. Это несложное упражнение. Несложно проверить, что просто вот если мы нарисуем все эти полуплоскости, то овал лежит внутри строго. Отлично! И осталось только понять, почему каждая нечётная точка попадает на овал. Да. Правильно я говорю? Да. Остаётся. Офигеть! Это уже плюс-минус очевидно, на самом деле. Плюс-минус очевидно? Ну, овал выпуклый, да. Сейчас мы... Давай-давай. То, что выпуклый, не совершенно очевидно, да. Потому что иначе будет... Вот. Ну, как бы, кто хочет строго алгебраически, можно взять производную и посчитать её за. Это несложно. Да, нет. Ну, тут как бы, ладно, да. То есть, если это овал, глянёшь в каком-то подобной рису, в реальности можно... Ничего-ничего-ничего. В другом выглядит. Вот. И заметим, что, как бы, любая, понимая, пересекает выпуклую фигуру в двух точках. Вот. Уака это точка В, да? Да. Уака это точка В. Да. Если мы сделаем так, то мы уйдём с овала обязательно. Потому что, понимая, ну вот две точки у нас... Очевидно. А если мы сделаем вот так, то мы вернёмся на овал, потому что у нас три точки пересечения с первой. Ой! И всё? И всё, да. И всё? А я вчитывался... Слушай, я перестал уметь читать тексты написанные. Я вчитывался в твой текст и никак не мог понять, почему там так, типа, просто. А надо было лучше вчитываться. Да. Всё, да? То есть, если я беру точку на овале и, внимание, складываю с любой точки на овале, да? Да. Вот. Ну там, вертикальный случай мы оставим, да, пока. Потому что это связано с вопросом, может ли В быть элементом конечного варианта. А там доказывается, значит, что не может. Да. Мы сейчас проговорим. Вот. И если так, то у нас никогда не будет вертикальный прямой при сложении без с собой. А тогда, значит, любая прямая, проходящая через две точки овала, она выкидывает нас на третий кусок. А когда я после этого сложу снова её с Б, то она снова выкидывает меня на овале. Потому что она должна высекать эту штуку в двух точках, да? В двух точках всегда. Ну, эта штука у нас как бы не особо выпуклая, а вот эта выпуклая. Да. Вот, то есть, нужно просто показать, что именно эта штука выпуклая. Да. Вот. А как это показать? Ну, опять же, мы берём... Нет, мне кажется, что это всё-таки правильное рассуждение, что если... Ну, а почему вот это не... Почему? А потому что оно не... Ну, оно бесконечное, оно как бы на бесконечном. Нет, ну, в общем, чтобы строго это показать, мы берём функцию f от x равно кубический корень из x³ минус 864x минус 5616. Это сделает верхнюю плынку, да? То есть, если мы взяли корень, это верхнюю плынку, потому что это положительные числа. Вот верхняя плынка. Мы показываем, что верхняя половинка, она выпукла вниз или вверх. Ну, ты знаешь, это как бы... Я думаю, что это можно оставить. Я думаю, что... То есть, если мы возьмём... То есть, диаконфактных образов это очевидно, потому что где-то должна быть вот такая прямая... Ну, я... Чуть-чуть двигающую сюда и всё. Ну, тут это можно просто двигаться и понять. Можно просто понять, что знак при производной меньше нуля, значит, она выпукла в нужную сторону. И мы отражаем её вот так. Ну, понятно, получается выпуклая фигура. Ну, в общем, так или иначе, мы идём как карта, и мы очевидно, что выпукла. А значит, любая прямая пересекательства. Да, то есть, ещё раз... Гениально! Рассуждение в кляпсе. Вот у нас точка на овале, и если мы два раза сложим с собой, то она снова вернётся на овал. Всё, да. Была на овале, перестала быть на овале. Была на овале, перестала быть на овале. То есть, нужно показать, на самом деле, что вот эти вот две прямые, которые задают полуплоскость, да? Ой, как круто! Они вот эту штуку вообще не покрывают. То есть, она частично... Ну, то есть, вот эти точки все не подходят, на самом деле. То есть, у нас чётные не подходят, нечётные подходят. Да, это ты имеешь в виду, что... А, почему ничего это не подходят? Чётные подходят. Ну, где-то там пересечения будет, но область, она... Ну, область... Вот тут есть две такие прямые. То есть, если она даже лежит по нужную сторону от этой, то это... От этих вот не идёт, да. То есть, ровно вот эти вот треугольники, а эти не треугольники. Да. И всё. Соответственно, раз каждый... Гениально! Единственное, что осталось, это доказать, что боя бесконечно порядка. Да. Ну, значит... Терев Мазера? Нагеля Лутс. Ну, Лутс от моего женщины, кстати, опечатался. А, я думаю, ну, Мазера тысяч 12 и треугольников. Мазер – это про группу кручения, по-моему. Да. То есть, если это точка 13... Если 12-е крат на этой точке... А, это... Все различные... 13-е, по-моему. 13-е. Ну, можно посмотреть... Вот, тут есть более красивая теорема, потому что она позволяет чуть получше сделать эту треугольную. Ну, она как бы без доказательства. Давай. Сейчас я проговорю некий текст. Ты пока готовься. Значит, в принципе, есть теорема Мазера. Она состоит в том, в частности, что любая точка конечного порядка должна иметь порядок не более 12-ти. И, соответственно, наша точка, если ее посчитать 12 кратных на компьютере просто физически и увидеть, что они все различные, то тогда, значит, она уже без конечного порядка. Вот и все. Очень удобная теорема. Но ты по-другому, да, будешь доказывать? Ну, вот. Есть теорема такая. Блокснагере, да? Да. Сейчас я напишу на английском название и проговорю чуть-чуть. Либо... Когда, во-первых... Да. Когда, во-первых, x, y целые... Ну, да. Понятно, да. На тку все работает. Все на тку, и сама кривая зато целое. Да. И решет равно... Либо y равно 0. Ух. Либо y делит... y квадрат делит дискриминант. Где дискриминант это... Ну, то есть, на скаревая зато на виде y квадрат равно f от x. То есть, не обязательно в форме Верштрафа. Просто здесь на горшан будет кубич. Дискриминант на горшан. Дискриминант должен делиться на y квадрат. Значит, это теорема Нагеля-Лукс. Лукс тут мы уже... Дискриминант может посмотреть в книге Куроша. Старинная книга. Курош. Вот. Доказательство, кстати, вполне понятное. То есть, там, ну, либо в парадических нужно посмотреть, либо... Ну, то есть, я видел доказательства в какой-то книге, где просто, ну, говорится, давайте рассмотрим точки там, у которых знаменатель делится на какую-то степень P, да. И посмотрим, что их группу образуют. То есть, доказательство осязаемое достаточно. Угу. Гуглится, то есть, вот так, и смотрится. Вот. Да. Офигеть. Но мы не будем этого делать. Да. Просто много технических моментов. А естественно, из этого быстро выводится, да, что у нее... Из-за этого, во-первых, быстро выводится, что... То есть, 36 недель дискриминант, да? Или там квадрат, да? Ну, там... Да я, по-моему, проще сделал. Я просто сказал, что 3B, на самом деле, у нас равно чему? Равно минус 143 девятых. А-а-а-а! 3B нифига не... Вот в координатах x и y нифига не целая. Да. Все. Ну, все, это уже победа. Все, естественно победа. И, на самом деле, если просто... Давайте докажем, на самом деле, что это теорема... 12 в кубе плюс 1... Да, это то самое... А также 10 в кубе плюс 9 в кубе, да. Ну, это тоже, кстати, эллиптическая кривая вполне. Которая именно? Ну, DexyCamp Curve, которая типа x в кубе плюс y в кубе равно dz в кубе. А-а-а! Кажется. А-а-а! Это, которая для АБЦ используется. Для гипотезы АБЦ. Ну, не знаю, что это просто для АБЦ. Да-да-да, из нее очень крутые тройки АБЦ выходят из этой кривой. Это офигенная диссертация одного чувака. Хорст. Ван дер Хорст. 40-страничная. В которой он из этой выводит целое новое очень красивое семейство тройки АБЦ. Ну, тройка АБЦ хорошая, в смысле, там логарифм отношения. Да, вот у него очень хорошая. Ну, вот, да. Хорошо. Сильно больше единицы, там. Ну, то есть, как бы, прямо с точки зрения размера. То есть, это контр-типа. Да-да-да. Ну, да. Нет, это так и называется, как бы, тройки АБЦ. Это контрпример гипотезы о том, что их конечное количество. А-а-а! Гипотеза АБЦ, она не о том, что конечное, а о том, что там... Давайте покажем, что эта теорема, на самом деле, позволяет нам построить алгоритм, который найдет группу включения. Ну, и мы с вами ее найдем. Ну, как найдем, я просто скажу, чему она равна. Угу. Да. Для дедушкиной кривой. Да. Во-первых, мы заметим, что множество точек, где, как бы, у нас Y квадрат 9D конечным. Потому что... Ну, или Y прямо на нулю в целых. Потому что мы для каждого Y можем найти не больше, чем 3X, условно. Ну, 2. В смысле, или... Ну, для каждого... Ну, 2. Ну, 2. Ну, вообще... Да, в силу. Да. В картинке. Так. Ну, там, если это не верш 1... Ну, а, не, все равно 2, да. В картинке. Ну... Нет, в смысле, у нас же верш 1, поэтому... Ну, у нас верш 1, да. А так далее. Там, Y квадрат 9D конечным. Так. А вы знаете, что это множество за F? Так. Значит, что мы будем делать? Мы для каждой точки P из F будем делать следующее. Мы будем, как бы, считать P. Ну, P у нас есть, да. 2P. И так далее. Ну, то есть, K, P. Так. То есть, P... То есть, мы будем просто сваливать это с собой. P – это точка, у которой Y квадрат 9D дискриминат. То есть, подозрительная. Да. Подозрительная. Подозрительная. Точка кручения, да. И все такие... То есть, множество точек кручения содержатся в F, обязательно. Угу. Вот. Значит, ну, если мы... Когда-то у нас получились нецелые координаты, или когда-то это вышло из... То есть, если K, P не лежит в F, то тогда это не точка кручения. Ну, все. Естественно. Кратная любой точке кручения является точкой кручения, да. А заменчиво, если MP равно MP, то M-NP равно... Ну, бесконечность. Вот. То есть, у нас все эти точки будут различны. Да. Вот. А дальше... Это если она... Нет. Всегда вот все эти точки будут различны, потому что... Ну, пока ты не пришел в 0. Пока... Нет. Пока... Либо в 0, либо в точку не лежащего F. Ну, да, да, естественно. Это в любой курсе. То есть, мы будем так делать не более чем модуль F1, на самом деле. Да, правильно. То есть, мы сможем за конечное время... А, и все, да. То есть, мы просто берем каждую точку Z, начинаем с вами с собой. Да. И мы не более чем за мощность тех шагов получаем либо 0, либо точку низа. Да. Значит, мы однозначно определяем кручение на или нет. Да. Прекрасно, да. Вот. Ну, и то есть, понятно... А, то есть, Луцинагли такая мощная теорема совершенно практического применения. Ну, можно сказать и так. И то есть, мы получаем, что наша группа кручения, которая здесь, у этой колевой, она изоморка Z, F, Z. Угу. И, на самом деле, это все вот эти вот те самые точки перегиба 1, минус 1, 0. Ну, собственно, да. 3, как минимум, у нас есть всегда. Да, 3, как минимум, всегда. И тут, получается, что она просто изоморка вот этой. Шикардос. Да. То есть, кручение у нас... Шикардос. Слушай, просто шикардос. Ну, что. Я думаю, что первый ролик вполне подходит к концу. Да. Вот. Сейчас, посмотрю, не выключился ли он раньше. Он еще... Так, сейчас, 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 сейчас. 50, 22, 23. Да, все идет. Все идет, да. И я предвижу некоторые вопросы. Откуда берутся такие умные дети? Вот это будет точно много раз задано обязательно, что откуда берутся дети, которые знают всю эту математику уже в одиннадцатом классе. То, что вы ей рассказали. Нет, ты же до этого знал, да? Нет, я не знал. А! То есть, ты после моего курса, ты вник в это все, да? Ну, да. Офигеть. Да. Нет, ну, я знал о существовании такого, но я не знал, типа, как это работает. То есть, ты прямо залез в интернет, посмотрел какие-то книги там... Нет, но в Берендивых Полянах не было интернета. Ну, у меня был, но вообще его не было по факту. Да, понятно. То есть, там все это ручками делалось и... А, просто... О, слушай, одолдеть, да. Вот так. То есть, я письмо отправил из Берендивых Полян, да? Да. С ума сойти. Единственное, что я искал в интернете, это вот эту теорему Нагеля-Лутс, чтобы... Ну, потому что мне нужно же все-таки было показать, чтобы эта точка бесконечно в порядке. Да, да, да. Это, конечно, возможно, можно напильником сделать, но... Нет, можно сделать напильником через теорему Мазура. 12-кратно. Но это все равно, это более серьезно. Кажется, что это более серьезно, чем Нагель-Лутс. Потому что это все-таки какая-то классификация, ну, по факту. По факту, да. Вот. А теорема Нагеля-Лутс, она, вот я еще раз повторю, достаточно понимаемое доказательство. Угу. То есть, там каких-то сложных знаний нет. Ну, кроме поэтических чисел, да? Нет, а там есть доказательства. Ну, то есть, поэтические числа там чисто... языковой инструмент, чтобы... Угу. Ну, то есть, по крайней мере, я видел доказательства, где вообще слова поэтических чисел, как бы, в PDF-ке просто нет. И это, тем не менее, строгое доказательство. Вот так. Вот. Ну, слушай, супер! Спасибо огромное! Да. Еще приходи что-нибудь еще рассказать как-нибудь на канал. Сегодня, да. Да, если мы сейчас спойлерю, да? Мы сейчас попробуем найти видеокарту и... SD-карту. Ой, SD-карту, да? Да. Вот. И записывать на камеру сейчас вот так. Если получится, то мы еще что-нибудь запишем. А так, Маткульт, привет! Маткульт, пока, да. Маткульт, пока, да. Пока что Маткульт, пока. Да. Так. Все хорошо. Теперь вопрос, куда надо нажать? На вот эту, кажется. Маткульт. Поехали.